Внимание всем постам! Погоня приобрела статус 5! Диспетчер, нужно подкрепление! Все свободные машины! Приветствую вас, господа пилоты и танкисты! В этом обзоре вы познакомитесь с танком Т-80 БВМ. В этом видео вы узнаете основные факты об этой машине из жизни. Мы рассмотрим геймплейную составляющую, тактику, основных противников, плюсы и минусы этой машины. Видео будет особенно интересно тем, кто находится на пути прокачки этой машины. Приятного просмотра! Т-80 БВМ является глубокой российской модернизацией советского танка Т-80 БВ. Конечно, были и модификации, предшествующие этим. Опытные и экспортные. Опытные, например, Т-80 Б Кировского завода с двигателем ГТД-1000 ТФ. Или Т-80 УД Харьковского завода с тысячесильным двигателем 6 ТД. Ну а экспортные варианты – это машины, которые строили для тендера, скорее всего, в одном экземпляре. Для таких стран, как Турция, Греция или Таиланд. Короче говоря, модификаций этого танка немало. Но для БВМ выбрали именно БВ. Связано это с тем, что танки именно этой модификации в большом количестве сохранились до 2017 года. Причем здесь 2017, а при том, что в этот год был подписан долгосрочный контракт на капитальный ремонт и глубокую модернизацию Т-80 БВМ между Уралвагонзаводом и Минобороны РФ. То есть более-менее сохранившиеся боевые единицы передают из танковых частей и подразделений, а возможно даже консервации, если таковые, находятся. В Уралвагонзавод там капиталят, модернизируют и получается БВМ. Если говорить об истории возникновения танка Т-80, то он является следствием развития своего предшественника танка Т-64. От него он перенимает пушку, боеприпасы, механизм заряжания, который впоследствии от модификации к модификации все равно будет улучшаться, а также некоторые узлы трансмиссии и элементы защиты. Хорошо, общие сведения вы уже знаете. Но что за модернизация такая и в чем она заключается? Первое и самое главное, что тяжело не заметить, это установка комплекса динамической защиты реликт на башне и на корпусе танка. Башня имеет три слоя. Два слоя литой гомогенной брони и ячеечный наполнитель между ними с кварцевыми стержнями, залитый полиуретаном. Как это работает? Кумулятивный снаряд попадает в башню и пробивает первый слой гомогенной брони. Далее кумулятивная струя под большим давлением попадает во второй слой и образует резонанс, который отражается от стержней и стенок брони. Они возвращаются на струю и дестабилизируют ее. И пробитие кумулятивом не происходит. Ну а VLD имеет пятислойную защиту, из которых три это стальные плиты по 5 сантиметров толщиной каждая и два слоя бронетекстолита. И все это великолепие обмазывается динамической защитой. Она у нас на крыше башни, на VLD и на бортах. То есть мы защищены от попадания кумулятива в лоб, от бобсов, от попадания РПГ в борт и так далее. Принцип работы ДЗ, я думаю, все прекрасно понимают. Но на всякий случай я напомню. ЭДЗ представлены в виде взрывчатых пластин, снаружи похожи на коробочки. В случае подрыва рядом гранаты или прямого попадания РПГ или кинетического снаряда, пластина эта подрывается и также дестабилизирует снаряд. По итогу мы можем сделать вывод, что танк Т-80 БВМ с учетом ДЗ очень хорошо защищен. Приведенной же брони в башне против кинетических снарядов примерно 650-700 мм брони. А VLD имеет запас 700-800 мм брони. Но это мое оценочное суждение, если у вас есть другое мнение или данные, то спускайтесь в комментарии, тема очень интересная, обсудим. Следующее, что подверглось модернизации, это силовая установка танка. Ранее на 80-ке устанавливались газотурбинные тысячесильные двигатели ГТД-1000, а сейчас на БВМ ГТД-1250. В чем же их отличие? В сравнении с дизельным двигателем 6ТД Харьковского завода, который устанавливался на Т-80УД, наш газотурбинный имеет ряд преимуществ. Первое, газотурбинный может заводиться в критически низкие температуры, и для прогрева ему требуется всего лишь несколько минут, в то время как дизельный будет молотить минут 20-30. Второе, 1250 считается крайне надежным двигателем, он имеет большой ресурс и его проще обслуживать. Третье, допускается не столь высокая степень очистки воздуха, то есть он просто не такой требовательный, как дизельный, но при этом своя система фильтрации, причем внушительная, у него имеется. Четвертое, в сравнении с ранним газотурбинным или тем же дизельным мы получаем большую удельную мощность. Ну и конечно же за все эти лакшери плюшки преимущество приходится платить. Да, двигатель получился в 2, а может быть и в 3 раза дороже, чем дизельный, это его минус. Ну и последняя тема раздела модернизация, это улучшение систем ведения огня. Ни для кого не секрет, что танки с каждым годом и с каждой своей модификацией становятся только технически сложнее и более навороченнее. Ведь современный танк даже в условиях плохой видимости и на большой дистанции примерно 3-4 километра должен выполнять свою задачу, уничтожать вражескую технику. Для этого на БВМке устанавливается новый прицел Сосна-У, он же сопряжен с блоком вычислителей СУО. Эта система учитывает поправку на ветер, крен танка, изгиб орудия, который возникает из-за низких или высоких температур и так далее. Дальше СУО слагает эти параметры и выдает уже поправку в прицел наводчика. Тепловизор же у нас второго поколения и конечно он отличается по качеству от теплаков на тех же Абрамсах, но в целом позволяет вести бой на равных с другими современными танками, идентифицировать тепловые цели и уничтожать их. Ну и последнее насчет вооружения скажу, что БВМка вооружена 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М5, которая может вести стрельбу разными типами боеприпасов, это БПС, кумулятивы и осколочно-фугасные. Кроме того, установлен комплекс управляемого вооружения Reflex-M, он интегрирован с прицелом и лазерным дальномером для пуска тандемных кумулятивных ракет. На этом с разбором технической части мы закончим. Ну а я бы хотел сказать, что на самом деле информации по теплокам, снарядам, системам управления огня очень много и многое, что я не стал добавлять в это видео, чтобы сильно вас не нагружать и не увеличивать хронометраж. Но если вам это нравится, то пишите пальцы вверх и оставляйте лайки. Но у нас такого нет, честное слово. Но кроме приятной компании, которую ты можешь у нас найти, мы еще и проводим конкурсы на Золотые Орлы. Чего? Ну да, на Золотые Орлы. Заходи, ссылочка в описании. Возвращаясь к нашей БВМке, я постараюсь объяснить, что вас ждет, ради чего вы тратите столько времени на прокачку и стоит ли игра свеч. Начнем с того, что все топы одинаковые и принципиальной разницы между прокачкой Амеров или Советов нет. Что это хуйня? Что это хуйня? То есть нет абсолютной имбы. Каждая машина имеет свои плюсы и недостатки. Ну вот например, у кого-то лучше подвижность, но хуже живучесть. У кого-то лучше живучесть, но хуже перезарядка. У кого-то лучше перезарядка, но меньше пробития. И так далее, вы меня поняли. Пока я играл и записывал это видео, я выделил несколько противников, которые показались мне чуть более опасными, чем все остальные. Первое, это леопарды и шведские эстервехи. Эти танки имеют броню в башне от кинетики примерно за метр. То есть, если они будут играть грамотно от камня, там от ландшафта, то ты им хрен что сделаешь. Ну а контрятся они выстрелом в пушку, в казну, в корпус танка ближе к погону башни. Второе, это абрамсы и китайцы. И это тоже очень опасные противники. У абрамса 4 члена экипажа. И даже если ты выбьешь наводчика, командир все равно наведет орудие и даст тебе ответку. Стрелять абрамсу нужно именно под башню. Да, ты можешь его пробить в НЛД, но урона ты ему не нанесешь. Весь боекомплект у него находится в задней части башни. С китайцем еще тяжелее. Уязвимых мест, чтобы выстрелить и заваншотить его в лоб практически нет. Все, что ты можешь с ним сделать, даже на топовом снаряде, это ломать казенку, обходить и забирать в борт. С остальными танками проблем особо не будет. То есть тайпы, ариетки, леклерки пробиваются. Если пробиваются, то конкретно. Несмотря на то, что такие танки как тайп имеют перезарядку 4 секунды. А это как бы круто. Если же оценивать БВМку в отношении других танков по 10-ти бальной шкале, то я бы сказал так. Живучесть и броня 7 из 10. Пушка, снаряд и пробитие 7 из 10. Подвижность 9 из 10. Если же говорить в общем и целом, то БВМка танк хороший. Я поиграл на Абрамсах, Леопардах, на Британцах. Я поиграл практически на всем и БВМка мне понравилась. Еще раз повторюсь, что каждый танк имеет свои преимущества и недостатки. Главное уметь ими пользоваться. Единственный совет, который я дам, это покупайте снаряд 3БМ48 прям сразу и за голду. Сэкономите так денег на мазях для жопы, потому что кипеть она будет люто. На этом все. Очень надеюсь, что вам обзор понравился. Не забудьте про бонус ролик в конце этого видео. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю удачи на поле боя. До скорых встреч. Братан, я тебе так скажу. Когда твой кент кидает мем, хоть его 5000 раз видел. Десять тысяч раз. Скажи да. Хороший мем, брат. Смешно. Я посмеялся. Не говори, типа, боян, да, там. Или не смешно, не скидывай. Это отбивает желание твоего братика поднимать тебе настроение. Понимаешь? Поэтому под души, да поджи. Улыбнись. Он пытался сделать твой день лучше. Поехали. Продолжение следует...